Всем привет! Прежде чем приступить к теме сегодняшнего видео, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в последнее время, в последнее время и не только. Я получил много комментариев, также обращений в личку со словами поддержки. Это означает, что я на верном пути и дает мне необходимую мотивацию двигаться дальше. Ну а сейчас к теме нашего видео. Тяжелые гири стали очень популярны в последнее время. Многие стали тренироваться с тяжелыми гирями, включать их в тренировки для развития силы или каких-то других навыков. Соответственно, в сети, в интернете, появилось много специалистов, гиревых гуру, которые рассказывают, как надо тренироваться с тяжелыми гирями в силу своего опыта и разумения. Смотреть и слушать такие ролики, в принципе, интересно, поучительно. С чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Есть такие, которые я бы назвал пособия, как не надо тренироваться с тяжелыми гирями или как угробить себя тренировками с тяжелыми гирями. Но, тем не менее, повторюсь, смотреть это интересно, поскольку люди сами поднимают и делятся своим опытом. А опыт есть опыт. Как говорится, отрицательный результат тоже результат. И отрицательный опыт также часто бывает полезен. Однако, есть персонаж, которого хотелось бы отметить сейчас. Жалкий лифтеришка-неудачник. Почему лифтеришка и почему неудачник, станет понятно немного позднее. Клоун. Не я его так назвал. Но, на мой взгляд, очень точное определение этого персонажа. Не имеющий в классическом гиревом спорте даже третьего взрослого разряда и толкающий гирю, страшно представить, 60 килограмм при своем мизерном собственном весе, всего лишь 130 плюс. Не знающий, ни истории гирь, не имеющий никакого понятия, как называется тот или иной подъем, не говоря уже о том, как их надо выполнять и как надо тренироваться с тяжелыми гирями. И при этом уверяет, хватает же наглости у персонажа, что стоял у истоков гиревого спорта и оценивает подъемы других, критикует, учит, как надо поднимать тяжелые гири и как тренироваться с ними. Чему же он может научить? Рассказать, как он поднимал бы гири, тяжелые гири, если бы мог, смешно. Я хотел было снять отдельное видео после его многочисленных нападок и высеров в мой адрес, но Андрей Полей, который его давно и хорошо знает, меня опередил. Думаю, теперь после видео Полея смысла в моем видео нет, поскольку лучше не скажешь. Кому интересно про этого персонажа, ссылка будет в закрепленном комментарии, и эту ссылку буду оставлять, наверное, во всех своих видео, которые будут выходить в закрепленном комментарии. Страна должна знать о своих героях. Да уж, второй Шаталин, отливший первую гирю, собрался университет закрывать. Напомнило сразу. Мы в университетах не обучались. Ну, надо же поднять для начала что-нибудь не смешное в тяжелых гирях, и потом уже развивать рот, что закрывать, а что не закрывать. Чтобы было понятно, где находится этот персонаж, скажу, что я сжал гирю, ну не 60 кг, а 68 кг, и сжал ее на попа, не толкал. И сделал я это в возрасте, когда был на три года старше, чем был персонаж, когда порадовал мир своим мега-результатом, толчок гири 60 кг, при собственном весе 130+. Кроме того, я делал бы много чего с тяжелыми гирями, что этому персонажу и не снилось даже в его самых сладких снах. Но это я отвлекся. Давно хотел снять видео на тему тренировок с тяжелыми гирями, поделиться своим опытом, но все не доходили руки. Сейчас чувствую, наконец пришло подходящее для этого время. Тема слишком обширна, для того, чтобы ее раскрыть в одном видео. Это будет, скорее всего, цикл видео, несколько видео. Еще делал рывок, из которого гирю 65 кг, рассматриваться, держуя в другой руке, в левом гирю, также 65 кг. С гири 60 кг я делал такой рывок на 6, преимущественно практика, гирю 60 кг, другой делал рывок 60 кг. Не знаю, что такое миофибрила, нет, нет пока желания узнать, но отсутствие этого сакрального знания не мешает мне тренироваться уже несколько десятилетий и при этом прогрессировать до сегодняшнего дня, в возрасте 61 год. Через 3 месяца, я надеюсь, будет 62. Для начала представлюсь, так сказать, немного похвастаюсь. Я этого не люблю делать, но чувствую, что это надо сделать. В далеком, в 1976 году, в возрасте 14 лет, я начал силовые тренировки. Получается, что в этом году, в октябре, у меня стаж будет 48 лет. В то время я занимался легкой атлетикой, это олимпийский вид спорта, ее скоростно-силовыми видами, метание копья, метание диска, метание ядра. Свою первую гирю я приобрел в 1981 году и с тех пор они входят в мои тренировки. В 1988 года тренируюсь в скоростно-силовой манере. Сначала это были в основном камни, разные подъемы, разного веса на протяжении 20 лет. Исключительно камни. И, в общем-то, гири тогда занимали совсем незначительную долю от моих тренировок. Свои первые тяжелые гири я приобрел в 2008 году. Это была пара по 59 кг, которые я впоследствии утяжелил до 60 кг. Их можно часто видеть на моих видео, на моем канале. И с того времени тяжелые гири стали основной частью моих силовых тренировок. В течение всей своей жизни не употреблял, употребляю, да и не собираюсь употреблять никакой фармакологии, никаких веществ, которые способствуют росту результатов. Также не употреблял и не употребляю спортпит. Несколько слов о моих лучших результатах, мои достижения. Это жим гири 80 кг, сидя на скамейке, одной рукой, одной рукой заброс, что в общем-то не так просто сделало в сидячем варианте с последующим жимом. Жим гири на попа 68 кг, на попа вверх дном. Жим двух гирь, гири на гири на попа общим весом 65 кг, 700 кг, также сидя на скамейке. Жим гири на попа в положении ножниц 60 кг, жим гири на ладони стоя 76 кг, сидя 70,5 кг, стоя я жал две гири на попа общим весом 70 кг, 49 кг, плюс 21 кг, жал три весовых гири, три весовых прямоугольных гири по 25 кг, общим весом 75 кг. Делал вырывания сложной гири Ратмир с весом 70,5 кг, душка 50 мм, просок 75 мм. Также делал парный рывок с двумя гирями большего диаметра, большого диаметра гири Зеса 50 кг, на 5 раз. Брал две гири в стойку, парное взятие в стойку, в сидячем варианте две гири по 60 кг. Доношение жимового варианта, то есть я обе гири сжал, лучший результат у меня 75 плюс 50 кг, общий вес 125 кг, 75 кг, 50 кг, жимовой вариант доношения. Рывкового доношения то же самое доношение, только уже нежимым рывком. Лучший результат у меня был с гирями 65 кг, 50 кг. Жонглирование, парное жонглирование, две по 50 кг, я делал на 6 раз, и мой максимум был с двумя гирями по 56 кг. также у меня 6 мировых рекордов в нестандартных номинациях подъемах гирь Международной Федерации Гиревого Спорта, включая два рекорда из знаменитого списка Михаила Аптекаря с забытой, но не побитой рекордной силой, а именно рекорд Александра Знаменского, жим гири на гири на попа, и рекорд Петра Янковского, жим трехпудовой гири на ладони, сели на полу. В 2023 году, вот в этих 61 год, я установил три личных силовых рекорда, включая жим старинной гири 65 кг, гири Ивана Береташвили, я ее пожал сидя на два раза, но это наверное самый значительный из этих трех рекордов. Я не был особо генетически отдаленным, как многие думают, можно посмотреть на меня фотография в возрасте 15 лет, стандартное клише, в детстве я был хилым и слабым, оно как раз про меня. Все, что я достиг, это результат тяжелых, продолжительных тренировок на протяжении длинного периода времени. Ну, наверное, хватит обо мне, теперь вернемся опять к теме. Прежде чем двигаться дальше, необходимо определиться с понятием, что же это такое тяжелые гири. Вопрос этот не такой простой, как кажется на первый взгляд, и на эту тему существуют разные точки зрения. Первое, тяжелые гири это такие гири, с которыми данные конкретные индивидуум может сделать не более 10 повторов. Но это не совсем корректно, получается, что понятие тяжелых гирь зависит от уровня развития силы данного конкретного индивидуума, ну и вдобавок к этому зависит от уровня развития силы разных данных конкретных индивидуумов. То есть это какое-то вполне размытое понятие. Поэтому оно не совсем верное. второе, некоторые считают, что тяжелые гири это гири весом больше стандартных, которые применяются на соревнованиях в классическом гирьевом спорте, то есть больше 32 килограмма. Ну, я думаю, что это слишком мало для понятия тяжелые гири. Получается 33 килограмма уже становится тяжелые гири. На мой взгляд это не совсем верно. Третья точка зрения. Тяжелые гири это весом 60 килограмм и более. на мой взгляд здесь другая крайность. Для тяжелых гири это, наверное, слишком тяжелые гири. И, наконец, заключительная, на мой взгляд, верная точка зрения на то, чем являются тяжелые гири, это гири весом 3 пуда, 49 килограмм по старинному, либо, если округлять на современный лад, гири весом 50 килограмм и выше включительно. С этой точкой зрения согласны многие атлеты, занимающиеся тяжелыми гирями. Еще одно хотелось бы сказать важное дополнение. Прогресс в подъемах тяжелых гирь не стоит на месте. Сейчас показывают такие результаты в разных подъемах, в основных и не только, которые лет 10 назад казались немыслимыми. В свое время гиря весом 60 килограмм знаменитая гиря Валентина Ивановича Дикуля была путеводной звездой в мире тяжелых гирь. Многие пытались ее поднять, по-разному поднять, с разной степени успеха. Сейчас же, в настоящее время, гири 80 килограмм, да не только 80, 80 плюс поднимают многие, по-разному поднимают, в жиме, например, жмут на разы, как-то Рома Малыш жмет 4 раза гирю 80 килограмм. В строгом жиме в солдатской стойке Михаил Таландий вплотную приблизился к этому весу гирю 80 килограмм. В рывке по-старинному выбрасыванию рвут 80 килограмм на разы, как-то Владимир Ракитин рвал на три раза. В вырывании Давид Шамей сложный вариант вырывания без маха с пола. Давид Шамей показал результат 86 килограмм на гире старинного образца, современной старинного образца с толстой дужкой 50 миллиметров, вырывание 86 килограмм. Во взятие в стойку одной рукой с последующим толчком многие атлеты справились с весом 100 килограмм. Я именно подчеркиваю, что взятие в стойку одной рукой на мой взгляд это самый тяжелый вариант в толчке гири одной рукой. Такие как Руслан Мальцев, Александр Корягин, Владимир Ракитин, Давид Шамей. Если я и забыл кого, так это не со зла. Вот она новая эра в подъемах тяжелых гирь наступила. Поэтому и пора вводить определения так называемых сверхтяжелых, супертяжелых, тяжелые гири плюс, не знаю, как точно это называть, но этой гири весом 80 килограмм и выше. Как весело знаменитая известная гиря Валентина Ивановича Дикуля. Впоследствии, однако, выяснилось, что точный вес не 80, а 82 килограмма, но все равно большинство, если не все, привыкли именно к этому весу 80 килограмм. Поэтому в случае вот этого понятия сверхтяжелый гирь, я бы уже округлял не в большую сторону, а в меньшую. То есть 5 пудов это 82 килограмма, чуть меньше. Напоминаю, что один пуд это не 16 килограмм, а 16,38 и округляя получаем 80 килограмм. Это в меньшую сторону 80 килограмм, что соответствует так привычному всем весу Ире Валентины Ивановичу Диковой. Хотя в общем-то реальный ее вес на 2 килограмма больше. И соответственно понятие сверхтяжелая гиря начинается с веса 80 килограмм включительно и выше. Я надеюсь с понятием мы определились и будем двигаться дальше. В своих видео последующих я расскажу многие, ну наверное все известные мне аспекты, моменты тренировок с тяжелыми гирями, подъемов тяжелый гирь, то как выбрать тяжелую гирю, самое главное когда ее убирать, в какой момент, когда, как, где, какие есть упражнения с тяжелыми гирями, какие есть подсобные упражнения, какие есть плюсы и минусы, естественно техника выполнения упражнений, отдельное видео будет посвящено травматизму, в основном это будет профилактика травматизма при тренировках с тяжелыми гирями. особенности тренировок с тяжелыми гирями в возрасте 50+, в возрасте 60+, если это кому-нибудь будет интересно, я так понял, что большинство в этом возрасте уже думает максимум о чем думает, так это о зору, но это не совсем верно, можно тренироваться и в таком возрасте с тяжелыми гирями достаточно успешно. Если у кого-то есть вопросы относительно тем тренировок с тяжелыми гирями, подъемов, пишите, пишите в комментах, я постараюсь на все ответить в ходе выпуска вот этих вот своих видео. На этом пока все, всем удачи, тренируйтесь и без травм. До новых скорых встреч! встреч!